Друзья мои, всем привет! Я надеюсь, что вы узнали, где мы находимся по совершенно неподражаемым пуховикам магазина Uniqlo, который невозможно не узнать. Я надеюсь, что вы поняли. Мы находимся с вами в магазине Uniqlo. Нахожусь я в шоппинг-центре в пригороде Торонто, провинции Онтарио, страна Канада. Я решила зайти посмотреть, что у них есть нового, тем более, что зима все-таки приближается. Хотя у нас еще тепло и жарко. Местами дождик, но, в принципе, довольно тепло еще у нас в сентябре. Но, тем не менее, Uniqlo уже завален пальто, пуховиками, куртками. Собственно, круглый год у них они присутствуют в их ассортименте. Просто летом их очень мало, они висят тихонечко в углу, не выпячиваясь, так сказать. А вот с наступлением осени ими завешивается весь магазин всех-всех-всех возможных вариантов цветов и оттенков. Описывать, собственно говоря, сильно я их не буду, потому что, во-первых, вы сами все видите. Во-вторых, нет большой разницы между тем, что было в прошлом году, тем, что есть в этом году, и, видимо, тем, что будет в следующем году. Униqlo отличаются только цены, с каждым годом они становятся все дороже и дороже, но, вернее, не так. Они очень долго хорошо держали цену, Uniqlo у нас, в общем, не поднималась цена, не дорожала. А последний, предыдущий год и этот год прямо вот каждый год добавляются 10-20 долларов на каждую вещь, особенно, по-моему, в этом году, просто вообще какие-то цены совсем-таки не очень приятные. Вернее, ну, все равно можно назвать Uniqlo бюджетным магазином, потому что он все равно дешевле, чем многие другие магазины, но, тем не менее. Вот, кстати, говоря о ценах. 59 долларов брюки. Я долго рассматривала их состав. Синтетика на синтетике, шерсти ни капельки нету, по-моему, да. И почему такая цена, не знаю. У них брюки всегда стоили 39 долларов, всегда. А сейчас 59. То есть, вот, как вы видите, 20 долларов они стали дороже, причем за последний год. Мне кажется, в прошлом году они все еще были 40, а в этом году уже 60. Вот. Вот эти белые брюки тоже, значит, такие же, как те в клетку. Вообще, вот, видите, таких брюк очень много. Разные они есть в клеточку. Есть белые, есть однотонные, коричневые, черные, серые. Это тоже то, что Uniqlo делает каждый год и повторяет каждый год одно и то же. Вообще, надо сказать, что Uniqlo обладает невероятной стабильностью. Они делают одни и те же вещи каждый год, повторяют их, в общем, при этом неплохо живут. Вот, хотела сказать про эти рубашки. А вы помните, в прошлый раз я примеряла вот такую рубашку? Принесла я ее из мужского отдела и решила, что я проявляю невероятную креативность, принеся мужскую рубашку, значит, в примерке женского гардероба. И что сделала Uniqlo? Uniqlo сейчас эти рубашки повесила в женский отдел и продает как женскую одежду. То есть, я не думаю, что они смотрят мои видео, но, видимо, эта идея насчет использовать эту рубашку как женскую пришла нам обоим в голову мне и магазину Uniqlo, вернее, их дизайнеру или их менеджеру, не знаю. Так, мы там с вами пропустили пальто-пуховики за 250 долларов, довольно дорогие, но я думаю, что это связано с тем, что они дополнительный натуральный пух перу, поэтому они столько стоят. Значит, вот эти вот пальто, пальто-халат с запахом на поясе. Я не вижу, девочки, я снимала состав, мне кажется, что у них, да, 30 с чем-то процентов шерсти присутствует. У них нет подкладки, это вот именно такое пальто-халат без подкладки, они из такого цвета camel бежевый, черные, серые, ну, в общем, такое, знаете, классические цвета. Вот тоже все завешено пиджаками, и такие же вот пальто, как пальто-халат с запахом, есть короткие, за 150 долларов они, или 159, но они как бы без пояса, по-моему, а просто идет как такое вот пальто, а может быть и с поясом, я что-то не разглядела. Вот сейлор с продажей джинсовой рубашки, такой вот темно-синий джинс, ну, обычные такие, ничего особенного. И такие бомберы, вот, в нескольких цветах они представлены, по чем они, по, не вижу, 90 долларов, что ли. Бомберы, надо сказать, что это такая тоже вещь, они то входят в мод, то выходят, то входят, то выходят, иногда они становятся прям таким супер-трендом, потом как-то это немножко все затихает, а потом снова они как-то входят в моду, вот сейчас Юникло они появились снова. Какие симпатичные, милые пледы и одеялки продаются в Юникло. Они разрисованы мультяшными персонажами нашего диснеевского производителя мультиков. И персонажи диснеевские разные. В Юникло вообще стало много продавать вот таких каких-то подушечек, пледов, тапочек, вот такой вот, знаете, одежды. Уютно, уютно домашненькие. Вот смотрите, какие пледы интересные. Они с застежкой, с пуговицами, видите, ну это прям милота-милота, я прям захотела. Возможно, попозже, ближе к зиме, все-таки я прикуплю себе, приобрету такой плед. Вот так они выглядят в запакованном виде. И написано, что их можно носить двумя способами. Я, честно говоря, только не поняла. Один такой вот действительно накидывая на плечи и застегивая на пуговицы, а второй как-то вот вокруг талии обматывается и, видимо, тоже застегивается. Ну, я не очень поняла, если честно. Стоят они, по-моему, да, 39,90-40 долларов. И вот еще тоже вот подушки такие смешные, мультяшные, такие хорошенькие. Какие-то мордашки, в общем, такое мимимишное все. Ну и пижамки. Вообще, Юникло превращается некоторым образом в такой магазин пижамно-тапочных изделий. И вообще домашней одежды. У них очень много последние несколько лет различных пижам. Причем вот к зиме появляются вот такие вот теплые, флизовые. И вот тапочки к ним в комплект. Видите, какие хорошенькие. Ну, это, правда, очень мило. И как подарок, вот, например, на приближающийся Новый год, я считаю, что это прямо классная-классная вещь. Ну и вот царство пижам. У нас в Канаде, во всяком случае, Юникло – это просто царство пижам, пижамное царство. Здесь можно найти пижаму на любой вкус. И на любую, так сказать, более теплую, более холодную. Вот пижаму флизовую, пижаму трикотажную, пижаму вот такой под хлопок, классическую такую полоску пижаму, пижаму в цветочек под шелк. А сейчас это такие рубашки с брюками. Летом это были рубашки с короткими рукавами с шортиками. Вот такие в клетку фланелевые пижамы. Ну, в общем, совершенно все варианты пижам, по-моему, которые существуют на белом свете, представлены в Юникло в разных вариантах. Ну, окей, хоть это неплохо как бы. Пижамы нужны. Эта вещь нужна, необходимая всегда. То есть вещи, как бы одежда, это как бы у нас у всех достаточно. А пижамы, они, в общем, довольно быстро выходят из строя. Их надо стирать. От стирки они портятся. Надо покупать новые. Промелькнули платья, которые я как-то уже примеряла в одном из моих влогов. Сейчас они на распродаже за 30 долларов. Были, по-моему, за 40 или даже за 50. Очень, кстати, неплохое трикотажное платье. Я тогда его примеряла. Оно очень красиво сидит. Это новые, как бы, новые поступления. Вот эти платья тоже. Они... Шарфы, кстати, эти были в каком-то прошлом или под прошлым году. Я даже на Селе один из них такой купила. А сейчас они снова их повесили, снова появились они. Да, так вот такие вот трикотажные прямые базовые платья. Юникло тоже делает их каждый год. Немножко с разными вариантами и разными вариациями фасонов, цветов, расцветок, вязки, качества ткани. Ну, в принципе, более-менее похоже. Вот это что-то новенькое. Платье вам за 60 долларов, да. Это такой сарафанчик. Он из такой толстой пальтовой ткани. Я взяла его в примерочную. Он такой A-силуэт, вышкалена. Я его примерила. Ну, сложно у меня остались от него впечатления. Ну, в общем, примерки будут в следующем видео. Не пропустите мои примерки, поэтому обязательно подпишитесь на мой канал. И... Я вы увидите в следующем видео, как бы, мое впечатление от этого сарафана. Вот это тоже новое поступление. Это шерстяные такие топы за 50 долларов, по-моему, они. И они с коротким рукавом, что, в общем, ну, как бы странноватенько для шерстяной вещи. Но так это делают. Я знаю, что есть такой фасон. Вот вязаные трикотажные шерстяные вещи, или даже они бывают кашемировые, с коротким рукавом. Их носят обычно под пиджак. Это тоже новые новости. Такие жилеты, прямо такие, знаете, классической школьной формы. Школа для мальчиков где-нибудь в английской провинции какой-нибудь, или в канадской, в нашей провинции. Такой школьный жилет. Есть белый, есть темно-синий. Ну, это такая, знаете, прэппи-стайл, если вы знаете, что это такое. Это такой стиль, который, знаете, такие жилеты, юбочки в клетку такие, как форма и униформа в католической школе. Вот это правда у нас есть такие вот в католических школах. Девочки ходят в таких клетках. Клетку юб, юбочка, пиджачок, вот такой вот жилет. Это вот прямо вот точно вот такой вот туфли-лофер и белые гольфики. Прэппи-стайл. Так, я не успеваю за своей съемкой. Несколько промелькнул у нас там кофт кардиганов. Вот это длинные такие кардиганы на поясе, как такие, знаете, легкие ввязанные пальто. Они тоже у них представлены почти каждый год. Они делают вот такие вот кардиганы длинные на поясе разных цветов. Вот молочный цвет, черный, серый, бежевый, коричневый. В общем, короче, молочный мне, кстати, больше всего нравится. Он такой, самый такой нарядный и, в общем, выглядит, по-моему, лучше всего. И вот это тоже я взяла в примерочную. Вельветовые брюки. Неплохие, кстати, брюки. Очень неплохие. Они есть, много цветов. Видите, вот эти зеленые есть. Есть такие вот цветы баклажан такой немножко. Потом вот такой вот бордово-красный. Вот такие вот желто-бежевые. И, по-моему, светлые молочные. Вот такие вот, да. По-моему, за 60 долларов они тоже сейчас их продают. Хорошие брючки, неплохие. Но вельвет – это очень спорная ткань. Вы знаете, вельвет растягивается, пузырится на коленях. В общем, короче, сложно. Так, теперь вот какие новости у нас в Юникло. Вместо кассы теперь такие кассы самообслуживания. Видите, нет кассира. И вы, значит, сами с собой, тихо сам с собой, в общем, сканируете это все, платите. Я кое-что купила. И, честно говоря, несмотря на мой опыт работы продавцом, я как-то здорово запуталась там на кассе, что там делать и как это все происходит. Как-то так что-то тыкало, тыкало пальцем в экран. В общем, в конце концов оплатила. Все нормально, все у меня получилось. Но, должна сказать, что это было довольно, ну, в общем, челлендж. Я как бы не могу сказать, что сложно, сложно было. Вот, девочки, значит, короткая затравка примерок на следующее видео. Повторюсь, чтобы не пропустить его, обязательно подпишитесь. И вот вкратце вы видите, что я взяла с собой в примерочную. А на сегодня все. С вами была Дита из Канады. Люблю, целую, увидимся в следующем видео. Пока-пока, бай! Субтитры сделал DimaTorzok